Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок. И сегодня мы вместе растим свой малинник здоровым, урожайным и долговечным. И поговорим мы сегодня об уходе за малиной в начале июня. Июнь очень важный месяц в жизни любого малинника, будь это летняя малина или ремонтантная. У летней вовсю идет цветение, ранние сорта уже закончили его и завязывают ягодки. Поздние сорта только-только вступили в этот важный этап, они вовсю цветут. Ремонтантная малина уже давно отскочила и активно наращивает массу, дает новые ростки, готовясь зацвести и дать урожай, как положено, в августе месяце. И для того, чтобы действительно получить хороший урожай, получить здоровый ягодник, который в следующем году будет хорошо плодоносить, важно сейчас не пропустить несколько важных моментов по уходу за ним. И для того, чтобы немножко не путаться, сначала мы поговорим о малине летней. Классический вид малины, которая есть, наверное, в каждом садовом товариществе, на каждом садовом участке. Ведь так приятно получить раннюю ароматную ягоду, не дожидаясь августа месяца. Но у летней малины есть несколько очень важных проблем. И первая проблема сейчас, когда она уже отцвела и завязывается, это полив. Запомните, чтобы ягода малины была действительно крупная, сочная, сладкая, полив должен быть регулярным. Регулярным и обильным. Это значит, что зона корнеобитания, то есть та зона, где расположены корни, должна быть хорошо промочена водой. Сантиметров на 15-20. Второй момент очень важный. Чтобы ягоды действительно были вкусные, крупные, сочные, чтобы растение грамотно расходовало свои силы и заложило новые побеги, малине необходима под кормка. Не забываем вносить комплексные удобрения, будь то при помощи полива или опрыскивания по листу, в течение налива ягод. Сейчас существует очень хорошее удобрение, которое, будучи нанесенное на лист, начинает работать в течение нескольких часов, доставляя питательные вещества как раз туда, куда нужно, в самые актуальные места. Поэтому поим и обязательно кормим. Еще очень важный момент. Дело в том, что вся наша малина, независимо от того, летняя она или ремонтантная, она очень требовательна к плодородию почвы, очень любит органику. Но органику любит еще один очень неприятный товарищ, а именно хрущ, личинка майского жука. Наш малинник – это зона постоянного проживания малины, и мы не можем переполоть его, перекопать, чтобы удалить хруща. Мы не можем использовать здесь серьезные инсектициды, чтобы расправиться с хрущом, который поселился в малиннике. Поэтому я вам очень рекомендую использовать для профилактики и защиты нашего малинника от хруща препараты группы Профит, особенно с Баверией. Этот грибок, поселяясь в почве, помимо того, что улучшает ее плодородие, структурирует ее, обогащает минеральными веществами, помогает перевести неразложившуюся органику в доступные формы, он еще поселяется на вот этих самых личинках хруща, вызывает их заболевание и гибель. Ведь вам понадобится всего 100 мл препарата Баверии на 10 л воды, чтобы пролить ваш малинник хорошенько и надежно защитить его от этого опасного вредителя, который подгрызает корни и часто вызывает гибель больших массивов. И, наконец, малинный жук, личинки которого мы как раз и встречаем в ягодках, как раз сейчас активно размножается и расползается по всем кустам. Но бороться с ним в период формирования ягод традиционными средствами невозможно. Поэтому берем только биопрепараты. Это может быть фитоверм, препараты на основе аверсектина, акарин, матрин био. У них срок ожидания всего 3 дня, и это следует учитывать при созревании первых ягод. И обязательно обрабатываем свой малинник. Это поможет сберечь урожай от личинок малинного жука, вот этих самых малинных гусениц, червячков, сохранить его здоровье и получить чистые экологичные ягоды. Ну и, наконец, малина очень интересный кустарник. Он постоянно дает отпрыски, благодаря чему он восстанавливается каждый год. Те побеги, которые сейчас сформировались, они отомрут осенью. Но к осени же летняя малина должна сформировать и новые хорошие побеги, которые станут плодоносить уже в будущем году. Для того, чтобы растение грамотно расходовало свой ресурс, не распылялось на огромное количество отпрысков, сейчас очень важно провести первую нормировку побегов летней малины. Вырезать все слабые загущающие побеги, поврежденные малинной галлицей, малинной мухой или другими вредителями. Все эти побеги мы вырезаем по уровню почвы и немедленно удаляем и уничтожаем. Ведь если бросить побег зараженной малинной галлицей, она может в нем выжить, окуклиться и потом опять прилететь к нам малину и портить ее. Обязательно прореживаем, оставляя помимо плодоносящих побегов на замену им 10-15 хороших толстых побегов на возобновление. Все остальное мы убираем. И только тогда ваш малинник, поверьте, прослужит вам очень долго, будет давать действительно хорошую ароматную лекарственную ягоду и радовать вас малиновым ароматом круглый год, даже в виде малиновых вареньев. Ухаживайте за садом вместе с нами. С вами был Процветок и Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале.